Субтитры создавал DimaTorzok Мини-молочная товарная ферма Крестьянское хозяйство под руководством Каната Докешева воспользуется государственной поддержкой Для этого будет выделен кредит по льготной ставке через Акционерное общество Фонд поддержки сельского хозяйства С самого раннего утра вся семья Каната Докешева занята уходом за коровами Скот нужно накормить, напоить, подоить, да еще успеть реализовать продукцию Но эта работа приносит не только удовольствие, но и зримый материальный доход Проект получил одобрение Фонда поддержки сельского хозяйства Новый у нас продукт кредитный это развитие молочно-товарных ферм В этом регионе Западно-Казахстанской области это будет у нас первый пилотный проект Мы планируем профинансировать проект молочно-товарной фермы на 100 голов единовременного содержания Сейчас мы рассматриваем возможность финансирования, модернизации этой молочно-товарной фермы Чтобы закупили новое оборудование современное Сумма кредита это будет составлять порядка 60 миллионов тенге Сроком на 7 лет под 11% годовых Но процентная ставка будет субсидироваться И конечная ставка для заемщика будет на уровне 4% На кредитные средства руководитель крестьянского хозяйства намерен построить коровник И вспомогательные объекты, а также дополнительно приобрести 50 голов племенного скота И оборудование для организации молочно-товарной фермы В 2008 году я начал работу в качестве индивидуального предпринимателя Тогда у меня было 45 голов крупно-рогатого скота Сейчас содержится уже 145 голов, из которых 80 сементальской породы молочного направления Ежедневно в городе мы реализуем 400 литров молока А это еще одно производство, которое получит льготный кредит Дожан Абуф из-под Степного благодаря господдержке Приобрел оборудование для производства металлических изделий и элементов художественной ковки На производстве работает вся семья От клиентов нет отбоя Я уже 6 лет занимаюсь кузнечным делом и изготовлением металлических изделий Месяц назад мы получили кредит Изготавливаем кованые ворота, решетки, двери Планируем расширять производство Новые проекты, которые реализуются на селе, позволяют создавать десятки новых рабочих мест Роман Копняев, Монарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42 Жители, проживающие по улице Матросова в поселке Плода Овощное, бьют тревогу Они боятся, что в скором времени высоковольтный столб попадет на крышу их дома Он находится в аварийном состоянии Столб уже не раз горел, но его успевали тушить На место выехала Анна Мордвинчева В непогоду жители этого дома просыпаются с мыслями о том, как безопасно пройти мимо электрического столба, что находится в метре от дома В ветреную дождливую погоду от него летят искры Раньше в этом здании была школа Ее передали в частные руки и приватизировали Теперь здесь разместились жилые квартиры Впоследствии жители дома расширили площадь своего участка И высоковольтный столб с трансформаторной будкой оказались на их территории Я прошу, чтобы столб отсюда с моего огорода убрали Вот от двери полтора метра стоит Она два раза сгорела уже Крепление, видите, как она держится, уже высохла В прошлом году молния попала, весь пасынг трещина Чуть ветер трещит, вверх ходуном ходит В прошлом году сотрудники Горсвета начали демонтаж трансформаторной будки Но некоторые жители оказались против В этом дворе проживают маленькие дети И этот вопрос нужно решать в срочном порядке По этому вопросу и разговаривали с Акимом Мичуринского сельского округа Он тоже сказал, что окажется действие Вот мы здесь надо будем встречаться все вместе И решать, куда ее возможно вынести Потому что тоже у нее у нас есть свои параметры охранной зоны И линии, и подстанции Поэтому если все службы, коммунальные службы Потому что там проходят в казахтелеком сети Там может быть и другие сети есть По закону охранная зона трансформаторной будки составляет 10 метров Главное, чтобы соседи пришли к компромиссу И определили место расположения электрического оборудования Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42 Западно-казахстанские юные инспекторы дорожного движения Приняли участие в республиканском слете Он прошел в оздоровительном лагере Восточно-Казахстанской области Наш регион представил отряд ЮИД Казахской средней школы из поселка Трекино Зеленовского района В состязаниях приняли участие 18 команд Две из которых представляли Российскую Федерацию и Таджикистан Наши юные инспекторы заняли пятое место в общем зачете И три вторых места в конкурсах велосипедистов и агитбригад Мы съездили хорошо, было очень много команд Были достойные команды Мы достойно заняли пятое место На днях жительница города обратилась в нашу редакцию Она считает, что увидела чудо На яблоке, которое она купила, появилось очертание, напоминающее арабские буквы Анна Мордвинчева с помощью специалистов решила расшифровать таинственные знаки на яблоке Эльмира Кабиева купила обычное яблоко, но пролежав в сумке две недели, на нем появились начертания, похожие на арабские буквы Девушка решила, что это послание свыше, ей начали сниться вещи и сны В день, когда она обратилась к нам в редакцию, у нее на раковине появилось несмываемое начертание, напоминающее знак вопроса Когда я увидела, что случилось с яблоком, я обратилась к бабушке, и мы вместе нашли в Коране эти буквы Но что они обозначают, мы не смогли определить После того, как я увидела знак вопроса, я решила обратиться за помощью к вам Мы обратились в областную мечеть для разъяснения символов на яблоке На данном яблоке изображенные символы не имеют значения Жительница, которая увидела данное начертание на яблоке, может не переживать Так как ни плохого, ни хорошего смысла в данном начертании нет В мечети нам рассказали, что жители очень часто приходят к ним с разными предметами, где они видят знаки По словам главного имама области, практически во всех случаях написано слово «Аллах» и имя пророка Мухаммеда Жителям не стоит волноваться по этому поводу и преувеличивать предполагаемое значение Так как в мире много подобных случаев, и они не предвещают определенного смысла Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42 Приятная новость для пассажиров железнодорожного транспорта Билет на поезд теперь можно будет приобрести со скидкой Снижение цен на проездные билеты действует на поезда международного сообщения Со скидкой можно будет приобрести билеты на поезда, отправляющиеся с 1 августа текущего года При этом цены будут снижены на билеты, купленные минимум за 16 суток до отправления поезда По соглашению между АО «Пассажирской перевозки Казахстана» и Федеральной пассажирской компанией Российской Федерации Установлены скидки на предварительные продажи билетов То есть от 45 до 31 сутки на купейный вагон вы можете получить билет со скидкой на 30% Это очень тема на международные поезда Плоскарт соответственно в 20% Есть еще дальше, от 31 суток до 16 суток Это уже соответственно 15% купейных вагон и 10 плоскартных вагонов Ну а ближе это уже в скидке не лимитировается Это были все новости к этому часу До встречи в следующих выпусках Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!